Здравствуйте! Разговор в студии регионального телеканала Репортер 73 сегодня о неравнодушных и активных. Страна и Ульяновский регион отметили день территориального самоуправления еще 21 мая. Но почему это особый праздник в Российской Федерации, что из себя представляет и кто эти люди, нам сегодня будет рассказывать, и мы его будем обо всем расспрашивать. Владимир Сидоров, советник губернатора Ульяновской области по территориальному общественному самоуправлению, председатель ассоциации ТОС Ульяновской области. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте! Итак, во-первых, принимайте поздравления уже с прошедшим праздником. Но, мне кажется, общественников, активистов и тех неравнодушных, о которых я говорила, можно поздравлять каждый день. Потому что это действительно... Для меня объясняется это все очень просто. Чей это праздник? Это праздник тех людей, которые добровольно, на добровольной основе тратят свое время, средства, возможности, силы для того, чтобы идеи добрососедства в нашей жизни завоевывали все больше и больше времени и пространства. Так это? Да. Кто ваши соратники? Активисты ТОС? Сколько их у нас? Рассказывайте. Во-первых, спасибо большое за поздравление. Да, у нас Ульяновская область, я говорю, уникальна по поводу даже праздников ТОСов. Если буквально совсем недавно, 13 мая 2021 года был учрежден федеральный праздник, Всероссийский день ТОС, то все-таки наш праздник, наш ТОС региональный, будет празднован в 13-й раз. Он был утвержден еще ранее, в 2011 году. Насколько я знаю, что это первый опыт, чтобы закреплено законодательством, чтобы 6 июля праздновать день ТОС. Конечно, мы активно это празднуем. Спасибо вам большое, что присоединяете к нашим праздникам. Очень приятно. Ну, конечно же, ТОСы Российской Федерации, могу без пролечения сказать, уникальны. В настоящее время на территории Российской Федерации действует больше 40 тысяч ТОСов. Из них только в качестве юридического лица чуть больше 2,5 тысячи. И что самое удивительное, что 432 ТОСа находятся у нас с вами в Ульяновской области. В одном только регионе побольше, чем у нас, это Волгоградская область. У них в 2011 году было создано большое количество ТОСов, более тысячи. Но и количество уменьшается, потому что нет взаимодействия с властью. А у нас это количество увеличивается. Ну вот можно еще раз подчеркнуть, что мы, в общем-то, стояли у истоков. То есть мы зарождали вот это вот все. Но мы были последователем все-таки, да, мы первые, вторые. Но сейчас мы вышли на первый план. И теперь уже региональный праздник вырос, теперь уже и до масштабов федерального. У истоков, да, мы стояли. Но все-таки если на территории Российской Федерации ТОСовское движение уже больше 30 лет, то мы-то совсем молодые, но мы шустрые. Нашим ТОСам, буквально у нас первые ТОСы были открыты в 2011 году. И поэтому они такие опытные, как другие регионы. Но я говорю, мы шустрые. Мы пытаемся перенять весь опыт других регионов. И в настоящее время правильно вы отметили? Ведь если взять, допустим, посмотреть 432 ТОСа, вроде смотришь, с одной стороны, количество небольшое. И что такое ТОС? Организация. Но за ними стоят люди, 432 человека, которые на безвозмездной основе, как правильно ответили, занимаются благословительной территорией, развитием своего, допустим, села, работают с людьми. А ведь сколько проживает людей в границе ТОСа? Больше 500 тысяч. Огромная армия, половина населения нашего региона, которые фактически ТОСовцев. И с каждым годом активность ТОСовцев растет, растет и растет. Вот давайте по активности и по интересам. Потому что в разных районах области ТОСы занимаются разными направлениями. Поскольку у вас и в уставе это прописано, да, в ассоциации. И этим интересны и сами ТОСы, и сами их проекты, и вот сама реализация, на чем они работают. Давайте поподробнее. Чем отличаются ТОСы в разных районах? Ну, во-первых, давайте просто с вами поговорим о ТОСах, не то что районах. О направлениях даже, да? Даже просто можно сказать о городе и селе. Просто когда наша ассоциация создавалась, она создалась в 2016 году по инициативе губернатора. И какая цель была развития? Именно тиражировать опыт развития ТОСов города Ульяновска именно на село. В то время, в 2016 году, всего лишь было 67 ТОСов в городе Ульяновске. И три всего лишь, прям три в области. Что сейчас мы возьмем? Что сейчас на территории Ульяновской области, как я сказал, 432 ТОСы, 105 в городе и остальные в области. Ведь количество ТОСов выросло в 100 раз. Чем занимаются ТОСы? Да, вот не хочу никого там, как сказать, огорчить, никого, допустим, обидеть. Но если взять сельские ТОСы, они же все участки конкурса президентских грантов. Город, оно как-то неактивно к этому идут. Потому что у города есть субсидии, которые выделяются за бюджет в районе 20 миллионов рублей. А сельские ТОСы ничего за это не получают. То есть сельские больше активности проявляют? Больше активности. Они участвуют в конкурсах президентских грантов. Они участвуют в президентском фонде культурных инициатив. Они стараются привлечь средства на территорию. Открывают центры активного галетия, сельские ТОСы. Открываются благотворительные пекарни, тоже в основном в селах. И если взять, допустим, на примере, вот, допустим, те же пекарни. Когда мы открывали в ТОСе, у нас в ТОС есть родина, Белый ключ, в Вишкаемском районе. Там проблема с хлебом была. И как они это решили? Открыли там пекарни, мы им помогли открыть. И они мало того, что сейчас обеспечивают все село хлебом, часть еще умудряются продавать и на эти деньги содержать помещение. Это же очень хорошо. Практически развилась общественность управления жителей. Взять ТОСы Майинского района, тот же взять ТОС «Импульс». Мало того, что пекарни есть, мы им помогли открыть. У него еще, вдобавок, лазерный тир, где проводят, допустим, патриотик занимается. Открывается, у него угустраивается сквер «Патриот». И таких практик очень много. Что радует, что ТОСы не стоят на месте. Если где-то на территории Российской Федерации у нас, мы смотрим, что ТОСы в основном занимаются благоустройством, но где-то, допустим, они тоже хорошие направления – туризм, то наши берут все. Каждое направление, все, что есть, они занимаются. Смотришь, кто занимается волонтерством. ТОСы. 82 пункта плетения сетей на территории ТОСов. 45 пунктов изготовления блиндашных свечей. Отправляют это все на фронт. Те же пекарни социальной поддержки населения. Взять, допустим, хорошо. 49 ТОСов вошли в реестр посещеков социальных услуг. Да, про социальные услуги отдельно можно сказать. Потому что есть миф такой, что ТОСы, они занимаются сугубо только благоустройством. Вот вы уже перечислили очень много направлений, которые действительно социальные направления – это очень важно. А еще и социальные услуги – это реестр поставщиков социальных услуг. То есть государство, когда передает функции по оказанию социальных услуг ТОСам именно. Непосредственно поручение президента Владимира Владимировича Путина, что передать часть социальных услуг некоммерческим организациям. Почему ТОСы эффективно это пользуются? Потому что все-таки мы работаем на местах. Кто как не соседи, помогут соседям. Кто как не лучше соседи, будет работать с соседями. И самое главное, что там на селах создаются рабочие места. И вы к чему еще раз говорю? 46 центров актенно-долголетия у нас развиваются в сельской местности. У нас взять, допустим, пишут проект, допустим, тот же мини-санаторий в дворе, который направлен как раз на развитие вот этих центров. Открываются пекарни. Это тоже направление, это как раз вот центры актенно-долголетия. Потому что садятся за стол, пьют чай, допустим, угощаются, допустим, различными мероприятиями. Мы проводим активно вот эти ярмарки какие-то у нас хлебные. Стараемся выбирать победителей, конкурсы проводим. Мы стараемся всех поощрить. Ну, досуговые мероприятия. Да, досуговые мероприятия. И у нас просто чем уже не просто так, мы понимаем, что буквально совсем недавно президент поставил новую задачу увеличить продолжительность жизни. Если не ошибаюсь, 72 лет до 78. Так мы поставили задачу, чтобы наши тосовцы в центрах актенно-долголетия жили не менее чем до 100 лет. Мы с каждым разговариваем. Мы вот открываем вам, привозим массажеры. Но давайте договариваться так. Вы, во-первых, здесь приходите каждый день, оздоравливаетесь. И стараемся увеличивать нашу продолжительность жизни до 100 лет. Ведь в чем проблема бывает, ну, так сказать, малая продолжительность жизни? Одиночество. Очень много, когда смотришь оттуда, вот приезжаешь в центр активного долголетия, и когда, вот сказать, может, наши уважаемые люди читают стихи, что, допустим, дети уехали, мы остались, чувствуют в голосе тоска. А когда они собираются вместе, пьют чай, поют песни, коктейльные, и веселее все. И они чувствуют необходимость друг друга, да, что они нужны друг другу даже, да? И когда они уходят оттуда, уходят и в этот центр долголетия, они говорят, нам хочется туда приходить, потому что здесь мы собираемся вместе. Вы же помните, наверное, как в Советском Союзе-то у нас все было? Раньше не закрывались ни от кого, все вы встречались. Было всего лишь два телеканала, первый и второй. И где мы были? Так, про телеканала не будем, мы это место вырезаем. Хорошо, смотри... Так, я галстук. Тогда если вырезали, давай я немножко галстук поправлю. Кстати, по Меликетскому району. В Меликетском районе наша съемочная группа вместе с вами работала, как раз там открывали центр долголетия. Нужно подчеркнуть, что ведь это не просто вот место такое притяжения, место силы, как сейчас принято еще говорить, но ведь это и рабочие места для людей. Да, во-первых, рабочие места. Во-вторых, очень много на территории Ульяновской области брошенных школ, допустим, каких-то культурных центров. И ТОС, мало того, что рабочие места остаются, они начинают восстанавливать эту территорию. Даже взять не Меликетский район, хотя есть там очень тоже много школ, где, допустим, передали ТОС. Взять, допустим, Майский район, где заброшенные помещения, развалины. ТОС восстанавливает, делает там социокультурный центр. Вот, Ульяновский район. Тоже вот замечательный. Мы буквально совсем недавно в Новом Бединге открывали, как сказать, Центр активного долголетия. Так там закрыли школу. И что сделал глава района? Молодец, что передали, допустим, ТОСу. ТОС там открывает социокультурный центр. Там мало того, что дети занимаются, так же никуда их не убирают. Там еще и взрослые пенсионеры начинаются. Центр активного долголетия открывается, спортзал. И фактически помещения-то сохраняются. Потому что если бросить несколько лет, допустим, он будет пустовать, ну что с ним будет развалиться? Сколько мы имущества можем потерять? Так сам Бог велел передать им ТОСом, и чтобы на этой территории появился хозяин. Государственный подход, Владимир Владимирович, нам здесь рассказывает. И это очень здорово, что у нас реализуется в регионе. У вас очень много поездок по районам, по Ульяновской области. Знаю, что Владимир Сидоров не уловим. Но еще и за территорию региона успеваете, уезжаете и в форумы, и семинары, и делитесь своим опытом, и сторонний опыт перенимаете. Рассказывайте, на каких последних форумах были, куда собираетесь, о чем будете, где говорить, и чем делиться? Последняя поездка была в Саратовскую область. У нас есть наши друзья, там находятся, Саратовская ассоциация ТОС. Мы им помогли выиграть проект, именно Саратовская школа ТОС. Буквально совсем недавно были в Саратове по приглашению руководства региона. У нас там есть друзья, Саратовская ассоциация ТОС. Буквально совсем недавно мы могли выиграть проект Саратовская школа ТОС. Они буквально будут реализовывать с нашей помощью. еще мы там уже как эксперты находимся, потому что у них все-таки юридических лиц не так много, им эту практику нужно изучать, больше им все понравилось, наши пекарни. И когда вот мы докладывали, рассказывали, а там были не единственные, не единственные туда приезжали, туда приезжали из Саратовской области, были из Саратова, были из Самарской области, были у нас из Пенинской области. И когда мы рассказали нашу практику, они просто удивлены, как такое может быть, видите, как у вас такое развивается, а потом, при том, как мы и сказали, что у нас еще какие-то направления, допустим, по благоустройству набережных, еще что-то есть, они говорят, ну да, у вас Ульяновский регион, он впереди планеты всей. До этого мы были в Челябинске, делились опытом уже в этом году, был общий такой форум съезд ТОС в Пермском крае, и буквально совсем скоро мне придется опять туда вылетать, потому что там будет как-то может форум или съезд по инициативному бюджетированию, а все-таки у нас ТОСы и этим занимаются активно, поэтому пригласил Министерство финансов Российской Федерации выступить, поделиться опытом там. Дальше у нас вроде планируется поездка в Иркутск, по обмену опытом Нижний, Москва, поэтому очень поездок много. Очень поездок много. Володь, все-таки вот если смотреть на весь этот опыт организации ТОС в стране, есть, естественно, региональные особенности там, ну, в каждой территории. Что всех объединяет? Вот главная идея какая? Ну, наверное, объединяет всех любовь к Родине. Самое главное, это не просто слова какие-то, что мы так говорим, это действительно любовь к Родине. Каждый старается свой уголок сделать лучше. И не только, как мы правильно говорим, богоустройство, а чтобы люди жили лучше. И когда даже, допустим, встречаешься, не только на форуме даже, а так где-то вот видишь, проходишь, почему ТОСовец, ТОСовец может узнать из толпы. Вот мы их с чему оттуда? Уже в такой степени стали все родные, ведь у нас огромное количество ТОСов. И даже, допустим, вот встречаемся, краем глаза слышишь ТОСовец. И действительно, вот из других приезжают в Москве, вот собрались все, ходим на экскурсии, где-то смотришь, и друг друга уже как-то узнаешь. Не знаю даже, по какой, ну, как-то у нас такое внутреннее протяжение. Да, душа горит, и это видно и слышно, да? Да, практики вот к чему оттуда немножко тоже скажу. Практики тоже уникальны, мы им делимся. Просто очень много есть интересного в других регионах. Я говорю, просто взять, допустим, ту же Бурятию, где они добились, что у них появился нагрудный знак «Лидер ТОС», который приравнится к ветерану труда региона. Вот это есть очень активно, туризм развивается. И вот этим всем мы делимся, перенимаем. Когда мы выезжаем, мы стараемся привлечь на территорию Ульяновска, Ульяновской области, вот именно самый уникальный опыт, которого нет еще у нас, потому что мы тоже, правильно говорить, учимся. Ну, это хорошо, потому что если заниматься там узконаправленно, только благоустройством, там, уложить плитку и обрезать кустарник, что, собственно говоря, должны делать муниципалитеты на свои бюджетные средства, а никак не на привлеченные ТОСовцами, это другое дело. Я хочу вернуться к тому, как мы отмечали День территориального общественного самоуправления. У вас на площадке ассоциации вы устроили праздник, и чествование, там, и грамоты вручали, и внимание, и вот это вот общение, оно очень важно. Хочу спросить о победителях конкурса «Лучшая практика ТОС», тоже вручали грамоты, и расскажите о каких-то лучших практиках, ну, кого-то можно, наверное, отметить здесь и в эфире телевизионном. Ну, отметить нужно всех. Но, в первую очередь, я хочу отметить все-таки правительство нашего региона, нашего губернатора Алексея Юрьевича Русских, потому что наша Ульяновская область все-таки не с таким большим бюджетом, как в других регионах, но она вошла, уже заняла четвертое место из 89 субъектов Российской Федерации. Если в прошлом году мы занимали пятое место, то в этом раз, может, четвертое. Кто-то скажет, вот четвертое место... Хотел сказать, тонкий политический ход, но, в общем-то, тут против фактов никак не попрешь никуда. Против фактов не попрешь. И я хочу отметить, что у нас призовое место еще заняла как председатель, лучший председатель ТОС, у нас председатель ТОС Полдомасова, Анастасия Дедушкина. Вот. ТОСы у нас молодцы. У нас есть... Каждого можно отметить, потому что, я говорю, еще раз, каждый ТОС уникален. Если где-то у нас занимали, допустим, третье, четвертое, пятое места, но, хочу сказать, из 40 тысяч ТОСов, а тем более у нас сейчас не только ТОСы принимали участие, в этом году все было сложнее. Если раньше у нас была общенациональная ассоциация ТОС, то теперь она переименована в Ассамблею развития местного управления, сельских старост и ТОСов, понимаете? Поэтому фактически подключились туда и Ассоциации Совета Муниципальных Образований, которые участие в конкурсе принимали, сельские старосты. И фактически армия местного управления, общественного управления увеличилась. И, конечно, конкуренция стала более жесткой. И то, что в ассоциациях, даже когда наша ассоциация принимала, в прошлом году она принимала лучше, признана была лучше, и заняла первое место, то в этом году заняла первое место Ассоциация Совета Муниципальных Образований. Все-таки сложно ТОСам соревноваться с муниципальным образованием. Все-таки у них и ресурсы, и все. А мы общественники. И в прошлом году, что мы заняли первое место, ну, это большая такая награда. И в дальнейшем, конечно, хочется еще отметить, мы еще награждали не только же победителей лучшей практики, а еще наша делегация ТОСов выезжала на ВДНХ, представляла нашу Ульянскую область. На выставке России. На выставке России. И вы даже представляете, когда наши ТОСы-то выходили, а показывали нас по федеральным каналам, и была семья, Суссурийск, которая оказалась случайно на Москве. И это она увидела по телевидению, как у нас мастерские пряники разукрашены на ВДНХ, и они специально туда приехали. Кроме этого, у нас там Сенегилейский район представлял свои такие мастер-классы. Ульяновский район представлял. Майенский район. Если честно, можно каждого там выезжать. У каждого... Когда мы разговаривали, говорю, у каждого ТОСы есть своя изюминка. И не нужно бояться это все показывать. Вы, говорю, больше говорите, показывайте себе. А наши ТОСы стесняются. А не вот мы делаем, ну и как-то пытаемся все для себя. Я говорю, больше показывать. Потому что Россия должна знать своих героев. Они же видят в других регионах, чем мы занимаемся. И очень уникально то, что, конечно, наша практика делится. Очень это радует. Буквально совсем скоро приедет сюда делегация с ответным визитом в Саратскую область. Приедет сам мэр Балакова, Леонид Родионов, сюда под своими депутатами изучать, конечно, наш опыт. Мы с вами на одной из встречи говорили о реформе местного самоуправления, которая сейчас в связи со многими внутренними и внешними событиями так чуть-чуть отодвинута. Ее будут корректировать. И непонятно, как она будет реализовываться. Но все больше и больше, вот мы смотрим, да, вот это вот, и вы сами сейчас сказали про ассоциацию местного самоуправления и ассоциацию ТОС, все больше и больше вот это вот слияние происходит. Потому что действительно мы говорили, что ТОСы и вообще территориальное самоуправление – это помощники местной власти. Это ни в коем случае никакие не соперники. Да, всегда ТОСы, вот даже когда я выступаю, где-то при губернаторе, мы всегда рассказываем Алексею Юрьевичу, мы хотим быть вашими помощниками. И он отмечает уже, говорят, наши помощники. Потому что правильно отметить, что ТОСы – связующее звено между властью и населением. Мы работаем, мы ближе находимся к людям, и первые, конечно, какие-то удары или похвалы принимаем от населения мы. И хочу отметить, что мы никакие, правильно говорить, не конкуренты. Мы вот именно помощники. Многие, да, считают, что ТОСы – конкуренты, потому что есть, что ТОСы становятся и главами поселений, и депутатами. Где-то есть главами муниципальных образований, а в некоторых регионах полностью есть Совет депутатов – это все ТОСовцы. И ведь есть у нас объективные причины. Мы понимаем, что у нас есть острая проблема демографии. Да, у нас закрываются где-то школы или больницы. Там открываются только ФАПы, потому что население стареет, жители уезжают, меньше становится людей в том или ином населенном пункте. А ТОСы могут объединять несколько поселений, правильно ведь? Могут они несколько сел объединять, могут целиком поселения объединить. Но все-таки как-то мы стараемся, чтобы было вот такое вот село ТОС. И обязательно включать, конечно, общественное пространство, где-то есть, допустим, пруды или, допустим, водоемы, чтобы можно было средства именно тратить туда. Потому что ведь ТОС – она как-то организация, которая ограничена границами территории. Если, допустим, мы тратим средства, которые где-то, допустим, привлекаем за границы, то за это могут быть последствия нехорошие. Вот очень здесь, наверное, уместно будет говорить о том, что ТОСы настолько грамотно научились писать свои проекты и реализовывать их, что они проходят такой очень сложный отбор и выигрывают гранты как раз президентских фондов. Ведь там не только отчетность очень сложная, там и сама конкурсная документация очень сложная. Там и заявку-то заполнить сложно. Тем более, видите, у нас большинство председателей ТОС – это все-таки пенсионеры. Сейчас идет омолаживание как раз председателей ТОС. Но все равно написать проект, заполнить заявку – это уже подвиг. И то, что наши пишут такие заявки, очень хорошие, это дорогого стоит. Потому что ведь больше всех проектов, победившихся на конкурсе президентских грантов, это наши ТОСы, именно в Ульяновской области проекты побеждают. Я говорю, я же рассказываю, и сельские. Просто иногда общаешься с председателем ТОСа, они говорят, вот мы сейчас корову подоим, потом пойдем проект писать. Выиграли, реализовали, все, больше ничего не будем писать. Проходит два часа, ну мне надо это, это и это. Поэтому очень хорошо пишут проекты, только за прошлый год ТОСами в Ульяновской области привлечено больше 40 миллионов рублей. Буквально совсем недавно мы общались с руководством президентского фонда культурных инициатив, и они тоже очень удивились. Говорят, мы, видите, фактически ТОСов очень мало побеждает. И когда мы с ними разговаривали, говорим, слушайте, ну вот, понимаете, вот культура. Нам сложно участвовать, соревноваться в конкурсах, когда, допустим, есть ДК, пишут, у них есть штат огромный, есть маленький ТОС локальный. Но ведь культура нам тоже в селе нужна. Обязательно. Он говорит, ну да, я смотрю, когда открываем проекты, ТОСы Ульяновской области, ТОСы Ульяновской области, поэтому ТОСцы понимают, что они, один из способов прилететь средства, привлекать средства на территории, это участвовать в конкурсах. И они активно это делают. Вопрос в чем еще? Вот конкурс президентских грантов. Ведь из чего возросло наше такое движение ТОС? ТОС в Ульяновской области. Конечно, наша замечательная программа, комфортная среда ТОС. Когда были выделены средства, выделены средства, и они шли напрямую в ТОС. Ведь мы смотрим, комфортная среда федеральная, которая есть, допустим, проходит торги, выбирает там подрядчика. И наша комфортная среда ТОС, небольшие средства, но они поступают в ТОСы. И ТОСы сами решают, какую территорию им буду устраивать. Сами выбирают подрядчика, сами поднимают территорию. И самое, что главное, на этой территории появляется хозяин. Ну вот здесь, чтобы наш зритель не запутался, да? То есть у нас в городе, в Ульяновске, у нас и в Ульяновской области была своя программа. А здесь уже другой уровень, это федеральный. Когда мы говорим о нацпроекте, который входит в нацпроект, а федеральная программа называется «Формирование комфортной городской среды». То есть это два разноуровневых проекта, которые направлены на, собственно, улучшение качества жизни и формирование городской среды. Вы, кстати, тоже непосредственный участник этих проектов. Да, у нас «Мостовая Слобода» выиграла 4 уже проекта. Четыре года мы побеждали. Первый проект был у нас «Сухая и безопасная мостовая», потому что всем помнят, что мостовая тонет. Поэтому мы решили сделать 300 метров дренажную систему, которая, чтобы не топила жителей. Многие критиковали – получилось. Дальше мы, получается, сделали «Сухая и безопасная мостовая» – второй проект. Мы больше благоустроили ее, сделали уже видеонаблюдение, установили освещение, привели в порядок, и у нас получилось. Если кто-то, допустим, критиковал от нас очень сильно, у нас, по крайней мере, людей теперь не топят. Потому что у нас есть улица Российская, с левой стороны мы этот канал делали, а с правой стороны, знаете, мы ничего говорили? Не лезьте к нам, вы нас утопите, даже близко не делаете. И когда она заработала, этот дренажный канал, вот Ливневка, с другой стороны улицы пришли. А нам помогите? Я говорю, ну извините, сейчас пока мы будем, тоже пока конкурс нет, мы все, что могли, сделали. Ну то есть комплексная работа, она прям вот пошагово, и она не просто реализует проект, а конкретно помогает людям. И самое главное, оно решает вопрос, то, что нам необходимо. Потому что, возможно, где-то пришли, а вот мостовой надо это, допустим. А мы, жители, решаем, чтобы не тонуло, самое главное. И сейчас вот мы, благодаря нашей такой замечательной программе, конечно, реализуем такой амбициозный проект. Это набережная реки Свияги, где мы делаем кусочек по комфорту среди ТОС. Это пляж. Тоже коротиковали очень сильно, приезжали к нам, потому что все-таки сначала мы участвовали в хонде предназначенных грантов, прилегли всего лишь 500 тысяч рублей. Мы устроили маленький кусочек набережной, установили две беседки, две качели, но потом людям где-то надо отдыхать. Завезли песок, жители приехали, говорят, а что вы за песок завезли, какой плохой, говорят, вот денег, наверное, отмыли. Я говорю, мы ни копейки денег бюджет не потратили. Наши жители своими силами завезли песок, разровняли, чтобы отдыхать. Выиграли миллион рублей в прошлом году. Что мы, в первую очередь, решили? Нужно где людям отдохнуть? Закупили мафы, закупили лежаки. Но деньги пришли поздно, поэтому в прошлом году мы их, к сожалению, установить не получилось. Мы их положили на ответ хранения. В этом году мы победили в втором конкурсе комфорт среди ТОС. Выиграли миллион 250 тысяч рублей. И у нас пляж обойдется. Я вот был в Саратове, рассказывал. Говорю, ребята, вы можете сделать пляж площадью больше 3000 квадратных метров за 2 миллиона 250 тысяч рублей? Нет, конечно. А мы делаем. Так знаете, что у нас появится на пляже? В настоящее время идут работы. Мы сейчас укладываем геотексиль, чтобы потом сверху хороший слой белоснежного песка. Будут у нас деревянные помосты, к которым будут ходить душевая кабинка, две кабинки для передевания, лежаки из мраморной крошки. Там 20 штук лежаков, урны. И самое главное, что это все будет в комплексе находиться. Когда это будет открытие, мы вас обязательно пригласим. Я думаю, что должно пройти все на самом высшем уровне. А свободный доступ будет к этому месту отдыха? Вот это самое главное. Досту будет свободный. Единственное, хочется попросить наших жителей, чтобы все-таки не там, говорю, чисто, где убирается, а там чисто, где не мусорит. Можно прийти отдохнуть. Но если, конечно, мы будем смотреть, если кто-то будет кидать мусор, в следующий раз мы их обязательно не пустим. Слушайте, ну как здорово. То есть работают не только дренажные канавы, но у вас там и розы сажали, мы с вами об этом говорили. И воровали у нас их тоже. Да, и теперь еще и пляж открывается. По большому счету комфортная среда зависит от самих людей, от инициативы и от того, кто рядом, кто рядом с соседом. И самое главное, что у нас в этом году начинает осуществляться наша мечта. Именно когда мы хотели сделать набережную реки Свеги. Вашему телеканалу хочу поблагодарить за помощь, потому что помните, как у нас было, что машины приезжали, свалили мусор, мы с вами вместе их ловили. И думали, как же можно привести эту территорию в то состояние, чтобы она была красивая. И вот спасибо хочу сказать всем жителям Ульяновской области, что поддержали. То, что у нас в этом году реализуется федеральная программа «Комфортная среда», «Комфортная городская среда». Первая часть набережной в этом году будет сделана. Губернатор сказал, 1 августа я приеду к вам на открытие. Будет 250 метров пешеходной дорожки, освещение. Будут три смотровые площадки, входная группа. Но нас поддержали на следующий год наши жители. И на следующий год, если у нас все получится, все замечательно, оно получится, появится беседка для росписи молодоженов на берегу Савияги, спортивная площадка, будет продолжение вот этой пешеходной дорожки. Но я думаю, не думаю, а уверен, что эта территория будет радовать всех жителей не только города Ульяновска, но и Ульяновской области. Отлично. Ну вот на этой ноте и завершим. К 1 августа мы тоже к вам приедем, обязательно посмотрим все, что будет. А год семьи, очевидно, с открытием таких площадок будет у нас продолжаться и дальше. Спасибо, Володя, за работу, за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Смотрите «Репортер 73». Увидимся.